О лоукостерах и попытках отдельных украинских чиновников держать небо Украины все еще закрытым, поверьте, огромное. Так зайдет ли в конце концов эта кампания в Украину и почему Борис Паль так сопротивлялся темы для разговора с Владимиром Амелианом, министром инфраструктуры и как раз тем человеком, со ссылкой на которого и распространялось большинство новостей о заходе лоукостеров в Украину. Я ничего не преувеличил, правда Владимир? Спасибо, что пришли. Так, если коротко, давайте, что произошло на самом деле? Почему аэропорт Львова согласен на Раянов, а Борис Паль нет? Давайте я начну с початку, просто объясню, что такое Райан Эйр. Райан Эйр – это не только дешевые квитки для украинцев, чтобы они могли подорожать за 10, 20, 30 евро в любом городе Европы. Это, на самом деле, и приваба для иноземных туристов приезжать в Украину за такую дешевую цену, оставить свои деньги тут, отмечать... Это, наверное, я не заберу, если это самый популярный, пожалуй, лоукост. Райан Эйр – это не большая компания, которая развивается, это не большая компания, которая генерует больше продуктов и перевозит уже 120 млн пассажиров по всей Европе. И 200 млн пассажиров в планах. То есть, это брендовая речь для Украины, которая покажет, что Украина нормальная европейская страна. И все то, что работает на Заходе, может эффективно работать в нашей стране. Это знаковая речь. Что произошло? Была очень простая речь. Компания Международной авиалии Украины, безусловно, вона мает серьезность застароги щодо появления серьезного конкурента на рынке. Включает все возможные важные, как мы их не запевнили, что лучше співпрация, а не боротьба. Включает важные по блокированию захода Райан Эйр в Украину. Есть удивная позиция аэропорта Бориспіль. Владимир, возможно, Бориспіль все-таки и не так не прав. Все-таки многие аналитики пишут, что именно вот такой метод шантаж, угроз и жестких переговоров, это и есть стиль компании Райан Эйр. Что они вот такими вот отказами частыми от переговоров, затем возобновлениями. Ведь сейчас пошла новость о возобновлении переговоров снова, да? Таким образом подталкивают сторону переговорщиков к более выгодным для себя условиям. Возможно, и в них кроется эта причина. Вы знаете, тут много и моментов, но ключевое, что сегодня мы имеем единую позицию президента Украины, премьер-министра Украины, министерства инфраструктуры и аэропорта Бориспіль, что мы восстановим переговоры, и они должны быть успешно завершены. Тут же нет никаких дискуссий. Что до позиции компании Райан Эйр, она, безумовно, будет бизнес-ориентирована. И, безумовно, она будет использовать любые важные в переговорах. Но это тоже нормально, это не благодейный фонд. И для нас важно найти ту формулу, которая будет отвечать интересам Украины и интересам авиакомпании, чтобы это было пледно, співпрацем на долгие годы. Вы говорили, что вынести на заседание, на кабин, представление об отставке гендиректора Борисполя. Он вам ответ отвечает, что достаточно вашего решения. На самом деле, мы пока что сняли это вопрос, взгляд, с порядка деньного. Нам важно завершить переговоры. Премьер-министр доручил пану Рябикину это сделать. И я уверен, что пан Рябикин имеет шанс стать героем Украины. Прогнозировать, если возобновятся переговоры, ваш прогноз, когда Ряяны могут появиться в Украине? На самом деле, с моей оценки ситуации, для завершения переговоров необходимо несколько недель, это максимум. От того, насколько они будут готовы быстро, я сподіваюсь, что это будет в этом году. И я бы очень хотел, чтобы это было анонсировано в вересне, начало полетов с Львова и Киева. Другой ваш анонс. Вы говорили, что в Украине скоро может заработать национальный лоукостер. Когда это вас ждать, и что это за компания может быть? Насколько мощная. На самом деле, мы ни одного слова не говорили, что самая компания Ряяна заходит в Украину, пока они сами не вышли на пресс-конференцию. Когда это было их решение, что они выходят. Так же, мы очень обережны, что до любых коментаний ситуации с украинским лоукостером. Он будет. Это будет приватная компания, которая будет осуществляться не только на внешних перевезениях, но и на внутренних для всех украинцев. С региональных аэропортов поедать захист-схид-певденьш-педень Украины. Владимир, знаете, вообще, если наблюдать за вашей активностью, вот складывается впечатление, что вам постоянно кто-то мешает. Вот только что директор Борисполя сломал ваши планы по заходу лоукостера. У вас давний конфликт с Болчуном. Это глава Укрзалезницы. Вам не кажется, что вы, как министр инфраструктуры, контролируете не всю инфраструктуру? Вы знаете, это нормальная ситуация, когда ты хочешь изменить страну. Я хочу видеть новую Украину, и я знаю, как это сделать. На жаль, это не всем подобается. Багато хто бы хотел оставить справы так, как они были, просто поменять фасад, а дальше, чтобы работали старые механизмы. Это дорога до занепаду, это дорога до, фактически, руйнувания страны. Я этого не допущу и буду до последнего патрона бороться. Хорошо, но если говорить о вашем противостоянии с Болчуном, он хотя бы отчитался о своей деятельности? Вы анонсировали его увольнение, но он до сих пор на своем посту. До сих пор нет. Я верю, что ближчим времен он так и будет. За результатами света он однозначно должен быть извольнен из своей посады. Если без криминальных вещей, то, слава Богу, для него. Но то, что происходит сейчас на Украине, он не вписывается в никакие рамки реформы, про которую мы даже не можем говорить. Спасибо вам за этот разговор, Владимир. Пообещайте только, что сделайте, приложите еще больше усилий, чтобы все мы, украинцы, могли летать в Европу действительно по низким ценам за 20-30 евро. Владимир Амирян, министр инфраструктуры, был гостем подробностей недели. Всего доброго. Продолжение следует...